здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки движения брошенного под углом горизонту тела и мы с вами сейчас решаем задачку из хорошего учебника московкиной задачи 86 ну а наш номер 20 21 6 давайте посмотрим что это за задача а задача такая тело брошенное под углом горизонту пролетает при горизонтали 20 метров через какое время после борозка скорость тела была направлена горизонтально если она в этот момент составляла 5 метров в секунду вот прежде чем решать задачу нужно еще раз внимательно прочитать через какое время после броска скорость тела была направлена горизонтально если она в это время в этот момент составляла 5 метров в секунду значит на это время нужно найти ну давайте посмотрим что же нужно делать что нужно делать нарисовать чертеж вот поверьте мне как только чертеж будет нарисован все сразу станет на свои места вот это вот начальная скорость тело ведь бросили под уголком альфа а вот и что будет происходить в каждой точке например здесь раз скорость меняется вот что здесь будет скоро всегда будет направлена по касательной а мы должны найти скорость когда она будет направлена горизонтально то есть параллельно оси икс и такой случай будет только тогда когда тело достигнет наивысшей точки подъема то есть поднимется на максимальную высоту вот как говорится половина пути пройдена вот что означает она вот здесь вот останавливается по оси игрек а по оси икс все время будет скорость причем по оси икс всегда будет одна и та же скорость которая будет равняться в нулевое икс или в нулевое косинус угла альфа но это нас не интересует вот это время вот отсюда до сюда да это время подъема вот отсюда до сюда это время падения вот время падения и известно что что вот здесь вот в этой самой точке когда скорость будет направлено горизонтально вот она менялась менялась мяса ого горизонтально и вот в этой точке скорость пять метров в секунду а это означает что по оси икс она движется со скоростью 5 метров с сикунду то есть начальная скорость по оси икс в нулевое косинус угла Альфа – это ничто иное, как 5 метров в секунду. И тело движется по оси Х равномерно. Вот и всё. То есть, вот это вот расстояние, равное 20 метров, вот это вот расстояние, которое обозначу буковкой L, тело пролетит, двигаясь со скоростью 5 метров в секунду. То есть, L будет равняться скорость, вот эта вот скорость, В нулевое иксовое. И умножаем это всё на время. Значит, время это будет равно вот это всё расстояние поделить на скорость. И тут никакие синусы не нужны, никакие косинусы не нужны. Что мы находим? Вот это вот всё время. Кстати говоря, я привык обозначать всё время движения большой буковкой T. Вот мы эту буковку T, как говорится, искать-то будем. Ну что-то, 20 метров, еле на 5 метров в секунду. И получаем 4 секунды длился весь полёт. А время T1 – это то время, которое мы ищем. То есть, время через это время, когда скорость становится горизонтальной, наивысшей точке. Это половина вот этого всего времени. Всё, ребятки, это получается 2 секунды. Всё, задачка решена. Задачка решена. Как говорится, мне кажется, что всё понятно. А почему? Да потому что вы учите физику на самом суперском канале. Физика – это просто канал, на котором любые задачи становятся простыми, понятными и доступными. Поэтому, если вы ещё не записаны на мой канал, сделайте доброе дело, запишитесь. Я буду вам очень признателен и благодарен. Ну и лайк не забудьте поставить. Всё, всё вам доброе. До свидания. До новых встреч.